Анатолий Сергеевич иногда ездит в Тирасполь. Говорит, есть несправедливость. Льготы у пенсионеров на проезд есть, а воспользоваться ей они не могут. Частные перевозчики не хотят брать пенсионеров. Он приезжает до рынка, привозит, назад, если уже ехать туда, он стоит в стороне, набирает за полную цену, а в кассе ты не можешь получить. Представители районной администрации обещали в вопросе разобраться, а заодно и проверить наличие рейсов из села СПЕ в Григориополь и опубликовать результаты проверки в газете «Дружба». Впрочем, вопросы не закончились. Ветеран из Карманово интересовался, может ли он добраться в Тирасполь по льготному билету. Раньше, говорит пенсионер, можно было недорого проехать до 50 километров. В этом году появились новые нормы расстояний для бесплатного проезда. Конечно, надо каждую конкретную ситуацию тут разбирать. Мы постарались дать какие-то пояснения, записали даже несколько адресов, поэтому будем разбираться уже вместе со службой транспорта. Хорошая новость. В следующем году пенсионный возраст не будет увеличиваться, а пенсия продолжит индексироваться на уровень инфляции. Еще одна незакрытая тема – восстановление сбережений. Чиновники радуют. В 2014 году восстановительные вклады будут получать ветераны 1940 года рождения. Словом, все вопросы обсуждаются и о проблемах чиновники знают. Обещают помочь и разобраться. А уже в ноябре к жителям Григориопольского района приедут представители госслужб энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Ольга Канцур, Анастасия Дидур, Олег Коваленко, Первый Приднестровский.